В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Газ дошел не до всех. Ситуацией в селе Заречное Кизлярского района разбирались наши корреспонденты. Национальное телевидение о межнациональных отношениях. Телеканал ННТ получил диплом первой степени в номинации телевидения Всероссийского конкурса «Смиротворец». Золотые правила нравственности. Второй тур республиканского конкурса проходит в эти дни в Дагестане. 49% экономически активного населения республики работает в тени, а это более 570 тысяч человек. За последние три года эта цифра выросла на 90 тысяч. Такие данные были озвучены на заседании правительства республики. Голубое топливо до границ участков дагестанцев теперь проводят бесплатно. Все это благодаря федеральной программе по социальной дагетификации. По республике уже исполнено более тысячи заявок. Этим правом могут воспользоваться владельцы домов, которые находятся в гатифицированных населенных пунктах. Так, несколько семей села Заречное Кизлярского района стали счастливыми участниками проекта. Однако в населенном пункте желающих намного больше. Но проблема в том, что услуга людям недоступна ввиду проблем с документами на земельный участок. В ситуации разбиралась моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Нет зеленки, нет газа. С такой проблемой столкнулись жители села Заречное. Хоть газовики и готовы подвезти людям голубое топливо бесплатно, но закон есть закон. Обязательное условие для участия в программе – наличие всех правоустанавливающих документов на домовладение. Какой-то нам участки раздали, документы не дают у всех по два-три ребенка. Мы мучаемся, приходится дрова делать, потому что нам не дают. Я не знаю, зачем раздали, если не дают документы, на каком основании. До 2005 года эти земли входили в категорию сельхозназначения. Затем статус был изменен, и участки были розданы жителям села под строительство домов. Заурбек Джамалов показывает выписку о выделении такой территории их семье. Однако вот уже более 10 лет мужчина не может получить на дом так называемую «зеленку». Говорит, ни разу, ни два с другими сельчанами обращались к местным властям с просьбой решить вопрос. Сколько раз обращались к властям? Говорят, решим к этому месяцу, потом, когда наступает это время, называют новую дату. И так годами кормят обещаниями. А нам больно, когда мимо нас прокладывается газовая труба, а мы не можем подключиться к ней и жить, как цивилизованные люди. Мы, как здесь увидели, есть проблемы у других жителей данного поселка, у которых нет документов, где они не могут принять участие в этой программе. Для газификации объектов необходимо правоуставить документы на домовладельный земельный участок, копию паспорта и на листационный план. Нам было рекомендовано обращение соответствующих органов для того, чтобы разрешить их вопрос. Потому что программа газификации подразумевает газификацию всех домов заявителей нашей республики. В поселке по программе газификации работы уже проводятся на трех объектах. Это те счастливчики, у которых с документами порядок. Самый протяженный участок у заявителя Ахмеднаби-Ахмеднабиева более 700 метров. Раньше людям приходилось платить сотни тысяч, а то и миллион рублей, чтобы такую трубу протянули до их жилья. Ну, примерно планируем закончить, если нам погода позволит, вот сейчас погода и открылась. 23 декабря мы уже будем, наверное, подавать газ абоненту. Дуб приходилось мне топить дровами. Сейчас вот вы рады, что вам проводят все-таки газ? Конечно рады. Столько ждал я этого, конечно рады. Но рады пока еще не все. Именно эта труба и проходит через те дома с проблемными документами. Их владельцам теперь только и остается смотреть, как мимо них проходит заветная труба и продолжать топить дома, как в былые времена, дровами. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Кизлярский район. Более 245 тонн зараженных импортных овощей и фруктов было изъято на границе республики. В ходе фитосанитарного контроля продукции, поступающей из Азербайджана и Ирана, сотрудники Россельхознадзора обнаружили множество переносчиков вирусных заболеваний и вредителей овощных культур. С поставщиками была проведена разъяснительная работа, им выписаны предписания. В ходе фитосанитарного контроля в 17 товарных партиях Россельхознадзора было обнаружено карантинные вредные объекты. Южноамериканская томатная моль, западный калифорнийский цветочный трипс, восточная плодожорка и повелика. В числе запрещенной оказались товарные партии свежие томаты, яблоки, салат айсберг, латук, перец и засушенные цветы мальвы. Общий объем зараженной продукции составил более 245 тонн. От каждой партии было взято пробы и направлено исследование в дагестанский филиал ФГБУ в Никар, который своим заключением подтвердил факт выявления карантинных вредных объектов плодовощной продукции. С участниками ВЭД проведена разъяснительная работа по недопущению нарушений международных требований Российской Федерации. Живым металл нужнее. Так решил молодой человек из Дербента, которого задержали по подозрению в краже кладбищенских ограждений. В полиции он признался в содеянном. Выяснилось, что 23-летний местный житель ранее судим. Злоумышленник успел сдать на металл лишь малую часть украденного и выручить только 6 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело. Ранее судимый? Да. По каким статьям? В каком году? Третьего, часть 1, 158, 2. Это что за суд? Кража от хранения оружия. Сейчас за что задержанный сотрудник? За кражу. Подробнее расскажите про кражу. 158, часть 3. Что украли? Металл. Откуда? Ну, собрал я их, не украл, собрал я их. Ну, откуда? Как вы туда попали? Металл, да, там собрал. Где? Мне могилы там. Как вы туда попали? Попал я, знаю ли это. Места. Наверное, мое. И что сдавались? Создал я их, собрал и сдал. Сколько денег выручили? 6 тысяч. Что с деньгами сдавались? Платать у нас свои. Телеканал ННТ награжден дипломом первой степени в номинации телевидения Всероссийского конкурса «Смиротворец». Накануне в Москве состоялась торжественная церемония награждения за лучшее освещение в средствах массовой информации, вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. В конкурсе участвовали более тысячи российских медиа из всех федеральных округов. Победителями стали 37 СМИ и блогов, среди которых ННТ в номинации телевидения в категории «Этнические и локальные СМИ» занял первое место. Победителем конкурса стал наш коллега Карим Даниев с авторской программой «Свободный микрофон». Удивительно здесь находиться. Сначала поделись эмоциями, простите. Не думал, что я вчера буду сидеть дома в Махачкале, в Дагестане, заниматься любимым делом, не ожидая какого-то результата, не ожидая, что кто-то это оценит. Тем более в Москве. И через два дня оказаться здесь на сцене перед коллегами, перед профессионалами. Даже не верю, что это реальность. Но что я хочу отметить. Укрепление межнациональных отношений – это важно, это глобально, это большое дело. И поэтому я предлагаю вам не считать, что снять сюжет, написать статью – это какое-то маленькое дело. Что это никак не способствует такому большому делу, как укрепление межнациональных отношений. Но я призываю вас помнить, что все большие дела делаются маленькими шагами. Спасибо вам большое. Ассалам алейкум. Что означает мира вам и вашим близким. В эти дни по округам Дагестана проходит второй тур республиканского конкурса «Золотые правила нравственности». Участие в нем принимают школьники и студенты практически всех учебных заведений. На этот раз конкурсанты соревновались в интеллектуальной игре «Брей-ринг» по книге «Муфтия Дагестана. Благонравие праведника». Подробнее в сюжете Хамзанур Магомедова. Тема первая. Навс, эго и его связь с нравственными качествами. Вопрос номер один. Второй тур конкурса «Золотые правила нравственности» собрал тысячи молодых людей. Участие в нем приняли лучшие по итогам первого тура команды из пяти человек с каждого учебного заведения в республике. Каждый день читали вопросы, на них искали ответы по книге. Вообще все цепляло, потому что все такое, ну все интересно, это твоя религия, узнать о ней что-то новое может. Все было интересно. Как только выиграли школьный этап, мы создали группу и там распределили вопросы на всех. И все готовили свои вопросы. Знаю ответы на многие вопросы, которые не знал раньше. И сейчас у меня многое спросить, я смогу ответить. Я очень рада, что моя девочка участвует в этом конкурсе. Очень приятно, что такие конкурсы вообще проводятся. Очень благодарна, что дети вот благодаря таким конкурсам читают книжки, улучшаются. Я считаю, очень правильно детям это знать. На этот раз участники соревнуются в интеллектуальной игре «Брейринг». Все вопросы составлены по книге шейха Ахмада Афади «Благонравие праведников». Для ответа на каждый вопрос дается всего одна минута. Поддержать молодых конкурсантов пришли представители власти, общественники, конечно же, учителя и родители. Они пожелали ребятам удачи и отличных результатов. Мы видим неподдельный интерес сегодня у молодежи к этому мероприятию, которое проводится уже не первый год. Порядка тысячи ребят сегодня пройдут через этот конкурс. Мы считаем, что именно формирование социально-культурного развития общества невозможно без участия молодежи. И сегодня органы государственной власти, институты гражданского общества оказывают содействие в организации такого рода мероприятий, которые являются прививкой от тех необдуманных шагов в будущем, которые могут возникнуть. Поэтому, конечно, такого рода мероприятия являются очень важными для молодежи и для ее духовно-раственного развития. Конкурс проходит как среди школьников, так и среди студентов средних и высших учебных заведений. По завершению второго тура определяются лучшие знатоки, которые в финале поборются за главный приз. А призовой фонд составляет более 500 тысяч рублей. Спасибо всем, кто организовывал этот конкурс Муфсият ОРД, за то, что организовали такой конкурс. И самое главное, самое… вот то, что радует, что я смогла принять в нем участие, потому что и читать эту книгу для меня тоже было большим удовольствием. Хамзанур Магомедов, Алясхаб Магомедов, Доуд Гасанов. Новости телеканала ННТ. И о спорте. Лучшие бойцы-рукопашники СКФО помирились с силами в Хевском районе. В селе Хев состоялся межрегиональный турнир, посвященный Герою России и Луганской Народной Республики генералу Исидуле Абачеву. Соревнования в местном спорткомплексе собрали полный зал. В ярких поединках сошли спортсмены из разных уголков Дагестана, а также из Чеченской Республики и Ставропольского края. Всего около 120 бойцов, которые выявляли сильнейших в 15 весовых категориях. На кону были чемпионские пояса, кубки и денежные премии. Та идея, которая возникла в проведении турнира в честь Исидула Абдулмиминаевича, мы в его лице подразумеваем всех ребят, которые на сегодняшний день на территории Украины выполняют свой долг, который обозначен. Турнир, конечно, огромное значение имеет. Вы сами видите, сколько людей здесь объединены. И здесь, как было уже отмечено, турнир не спортивный, чисто спортивный, а чисто патриотический турнир. Хочу поблагодарить представителя Дагестана, Хабаровского края, Бедуа Исаев, такую идею преподнес. Мы поддержали это. Участников соревнований приветствовали представители органов власти и сослуживцы Сидулы Абачева, прибывшие из ЛНР. На открытие зрителей ждала насыщенная программа. Генерал-майор, имеющий большой военный опыт и выполняющий сейчас боевые задачи на Украине, также записал свое видеообращение. В настоящее время Абачев командует вторым армейским корпусом народной милиции ЛНР. 4 июля указом президента страны он был удостоен звания Героя России. Организация на высшем уровне и этот опыт будет масштабировать другие районы и проводить такие спортивные, креативные мероприятия в симбиозе с творчеством, спортом, патриотизмом. Конечно же, это армейский рукопашный бой и в связи с этим уже логикой есть, генерал находится на передовой и соответственно здесь участвуют именно армейцы. Нам сегодня нужны молодежи с сильным духом, сильным и физически, так как спорт воспитывает человека в человеке. И, конечно, вот такие турниры не служат объединением, единством среди всех народов. Вот Сидула Абачева тоже так же он проводил много времени на Дальнем Востоке. И, конечно, дагестанские ребята, они показывают хорошие примеры в всех сферах, за что я рад, горд. Около 150 юных борцов классиков оспаривали награды республиканского турнира в поселке Семендер Махачкалы. На ковер в спорткомплексе имени Али Алихановича вышли представители 10 команд из городов и районов Дагестана. Возраст спортсменов от 6 до 12 лет. В соревнованиях в основном участвовали новички. Несмотря на юный возраст, начинающие классики уже владеют многими приемами. По словам специалистов, ребята показали хороший уровень подготовки и волю к победе. Около 150 участников, честно говоря, не ожидали. Видимо, есть желание бороться, поэтому собрались на сегодняшний праздник. В Семендере в этом зале я тренирую. Здесь у нас тренируется около 150 учеников. Это для самых новичков турнир для 2010-х, 2012-х, даже до 2015-х годов. Собралось очень много детей. Значит, есть большой интерес к этому виду спорта. Лучших спортсменов ждали кубки и памятные медали. Больше всех наград высшие пробы выиграли хозяева ковра, спортсмены из школы имени Али Алихановича. Также отличились спортсмены из Буйнакского района и Махачкалинской спортшколы «Спартак». С Даку Абдрахмановичем, Пайзулой и Мурадом решили, хотим этот спорт в Дагестане, чтобы почти на равне с вольной борьбой она поднялась. И дети записываются каждый год, добавляются в каждую школу. Школа открывает наш президент и развиваемся в греко-римской борьбе. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин